Здравствуйте! Сегодня хочу показать рецепт великолепнейшего хлеба на закваске с брынзой и зеленью. Конечно, готовится этот хлеб не быстро, но он такой вкусный, что когда его ешь, совершенно забываешь о том времени, которое на него было потрачено. Для начала нам нужно подготовить мучную смесь из муки и сливочного масла. Для этого в миску с маслом комнатной температуры выложим просеянную белую пшеничную муку. Руками либо миксером перетрем муку с маслом до состояния крошки. Выкладываем в дежу тестомеса закваску опару, добавляем воду комнатной температуры. Обязательно проверяем способность закваски держаться на поверхности воды. Это один из важных факторов, от которого зависит, поднимется ли тесто во время расстойки или нет. Выкладываем куриное яйцо, сахарный песок и соль. В завершении выкладываем подготовленную мучную смесь. Вымешиваем тесто в тестомесе 5 минут на второй скорости. При вымешивании теста руками время замеса увеличивается в несколько раз. Тесто должно получиться достаточно крутым, мягким, со средней развитой клейковиной. Тесто округляем. Это можно делать прямо на весу. И выкладываем в миску, смазанную растительным маслом. Тесто обязательно накрываем, чтобы оно не пересыхало во время расстойки. И оставляем при комнатной температуре на 3-4 часа. Пока тесто растаивается, приготовим начинку. Брынзу измельчим на небольшие кусочки и выложим в отдельную посуду. Добавим к брынзе свежую зелень укропа, также измельченную. И все хорошо перемешаем. Во время расстойки тесто увеличилось в объеме раза в 2,5. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Подтягиваем края теста к середине и округляем его. Делим тесто на 6 равных частей. Я это делаю на вскидку, а можно воспользоваться весами. Каждую часть теста округляем. А затем раскатываем в тонкий пласт. Выкладываем на тесто начинку, стараясь равномерно распределить ее по всей площади пласта. Затем пласт теста мы свернем рулетом, а рулет преобразуем в форму улитки. В итоге у нас получится 6 заготовок в форме улиток, из которых мы и будем формировать наш будущий хлеб. Я выкладываю заготовки в 2 слоя в прямоугольную силиконовую форму. Но при желании эти заготовки можно будет выложить в круглую форму в один слой. Форму заготовками накрываем и оставляем на окончательную расстойку примерно на 1,5 часа. После расстойки заготовки несколько увеличились в объеме, заполнив пустоты в форме. Перед выпечкой смазываем наш будущий хлеб яйцом, взбитым с небольшим количеством воды. Выпекать хлеб мы будем в разогретой духовке примерно минут 30 при температуре 180 градусов по Цельсию. Хлеб готов, когда его верх хорошо подрумянится. Держим хлеб в форме буквально 1-2 минуты, а затем выкладываем хлеб на решетку и оставляем его там до тех пор, пока он полностью не остынет. А это хлеб в разрезе. Действительно хлеб получился мягким, воздушным, практически невесомым, с невероятным восхитительным ароматом, от которого просто текут слюнки. Приятного аппетита! Всем удачи!